МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что в Утевской средней школе Добрыжского района сегодня умеют экономить, известно не только в нашей области. Доказательство тому – количество заслуженных наград на различного уровня конкурсах. Один только научно-практический центр по энергосбережению, созданный три года назад, принес 32 диплома регионального и республиканского значения. На областном этапе конкурса «Энергомарафон-2014», который ежегодно проводит Департамент по энергоэффективности совместно с Министерством образования, центр отмечен дипломом первой степени и денежной премией на сумму 80 миллионов рублей на внедрение энергосберегающих мероприятий. Эта победа закреплена и в республике, а также отмечена ценным подарком телевизорам. Получить такой результат – это трудно, но еще труднее соответствовать этому уровню. Наша передача «Эконом» решила поинтересоваться, чем сегодня в разгар летних каникул занимаются ученики школы. И сегодня мы направляемся в деревню Утье Добрушского района. Летом деревня, кажется, замирает. Говорят, народ в поле, подтверждая это давно проверенной мудростью. Летний день год кормит. Не отстают от взрослых и дети. Утьевская средняя школа словно пчелиный улей. И хотя летние каникулы – это время различных возможностей для отдыха, неоднократные победители республиканского конкурса «Энергомарафон» решили провести их с максимальной пользой. Практически каждый день сюда приходят дети, чтобы заняться любимым делом или на производственную практику, которую по традиции проводят на пришкольном участке. Школьная практика носит давнюю традицию. Взять наше поколение, мы тоже в школе отрабатывали практику. И вы знаете, хорошее впечатление, потому что это не только работа любого к земле, но это еще и дружба, это сплоченность коллектива. Площадь, прилегающая к школе территории, довольно значительная – 2 гектара. Это уютный двор, который всегда с любовью досмотрен и радует глаз своей красотой в любое время года. Половину гектара занимает учебно-опытный участок, на котором в последние годы выращивают богатый урожай овощей. Мы полим траву, мы полим буряки, мы полим лук, скашиваем траву, чтобы был хороший урожай, чтобы практику пройти, чтобы больше знать о всяких растениях. Нам тут еще рассказывают, все показывают, как делать. Мы сами сажаем это, и потом это приятно смотреть, как наш труд вырастает. Вырастают прекрасные овощи, вкусные. Потом все их едят с удовольствием. И не только мы, но и дети детского сада. Таким образом, дети не только приобщаются к труду, но и учатся бережно относиться к земле и природным ресурсам. А когда человек вырастился, увидел плоды своего труда, он по-другому относится к земле, к продукции, более бережно и уважительно не только к сельхозпродукции, но и ко всему другому, к чему надо приложить труд. Итальянские друзья, к которым дети выезжают на оздоровление, в этом году подарили теплицу, поэтому забот прибавилось. Теперь будут выращивать раннюю зелень, помидоры, перец. Если ранние появятся у нас помидоры, мы обязательно отдадим у наш Утевский детский садик. В августе месяце в нашей школе будет работать лагерь дневного пребывания, поэтому мы постараемся все, что здесь вырастим, отдать в школьный лагерь для удешевления питания наших учеников. К юным практикантам присоединяются и школьные трудовые бригады по проекту «Вторичные занятости». Польза общая – экономия финансовых средств, престиж заслуженных побед на различных конкурсах, заработанные детьми деньги на карманные расходы и, конечно же, вкусная витаминная продукция в школьной столовой практически круглый год. Мне сегодня приятно отметить, что свеклой и морковкой мы на 100% обеспечиваем себя и наш Утевский детский садик. Частично соседние учреждения – Тереховский ясли детский сад. Капустой и луком свое учреждение мы обеспечиваем на первое полугодие. В то время как одни школьники занимаются на пришкольном участке, другие проводят время в научно-практическом центре по энергосбережению. И хотя время каникул, работа здесь не останавливается ни на минуту. Его главный инициатор и руководитель – учитель начальных классов Людмила Григорьевна Борсук, постоянный участник конкурса «Энергомарафон». В 2012 году она стала победителем в номинации «Лучший педагог в организации работы по воспитанию культуры энергосбережения учащихся». Эта победа и дала старт для дальнейших действий. Как же появился наш практический центр? После результативного участия в конкурсе «Энергомарафон-2011» я предложила своим коллегам, учителям начальных классов, вести совместную работу по энергосбережению. Мы вместе с ними в каждом классе создали уголки по энергосбережению, также мы стенды создали, на которых постоянно меняется информация. В практическом центре накоплен и систематизирован богатый методический материал по теме экономии и бережливости – это разработки классных и факультативных занятий, сценарии праздников и сборники задач по математике, электронные конструкторы, с помощью которых можно изучать возможности альтернативной энергетики. На своих уроках я и мои коллеги также работаем по этой теме, по энергосбережению. На уроках математики мы, например, с ребятами решаем математические задачи, экологические и экономические. На уроках литературного чтения мы с ребятами сочиняем сказки, стихи, рассказы, ребусы и даже составляем целые книжечки. Вот такую книжечку «Азбука Берегоши» составила у нас Бобровничья Виолетта. Книжечку «Электроприборы твоего дома» у нас составил «Желдак Никита». И экологическую азбуку у нас составила смык «Алина». Информация в центре постоянно меняется и обновляется, причем отталкиваются от местного материала. В нашей местности, в нашем районе ветряные электростанции можно ставить только в районе Круговца, потому что там находится самая, ребята, высокая точка нашего района. Поэтому и скорость ветра там будет очень высокая. То есть, если вы будете ставить вот такие вот ветрогенераторы, то они смогут вырабатывать электричество. И населению Круговца, деревни Ленина, будет дополнительное электричество. И они будут меньше платить денежек. Да, электричество. Умничка. Совершенно верно, Женя. В Утевской средней школе каждый ученик – это яркая личность, которой помогают раскрыться увлеченные своей работой учителя. И неудивительно, что школа стала настоящей творческой площадкой для сотрудничества с учебными учреждениями не только Гомельской области, но и приграничных районов России и Украины. У нас находится здесь мини-музей, в котором собраны старинные вещи. Дети собирали утюги, керосиновые лампы. Детям очень интересно узнавать историю нашей страны. Познавать окружающий мир, постигать законы природы дети учатся и с помощью научного общества с символичным названием «Будучине», которое было создано в 2000 году. Акцент делают на исследования, полезные для внедрения в сельской местности, где и проживают. Например, проект «Агрогородкам тепловую энергию из возобновляемых источников». Мы решили исследовать древесину сухой осины, сухой березы, сухой сосны, опавших листьев и отходов животноводства, как альтернативные источники тепловой энергии. Также мы провели исследования и узнали, какое количество теплоты могут выделить при сгорании данные наши образцы. Мы проводили также опыты в домах с печным отоплением и в школьной котельной. Мы сделали вывод, что наиболее выгодным источником тепловой энергии является древесина березы, а также гранулы отходов животноводчества. Энергосберегающий проект принес школе очередные награды. Место лидера в районном конкурсе научно-технического творчества «Техноинтеллект» – диплом первой степени за участие в международном конкурсе школьных проектов по энергоэффективности, энергии и средеобитания. С 2012 года наша школа имеет сертификат ШПИР и в 2012 году, и в 2013-2014 году, а также входит в сеть школ ШПИР и Беларуси. Это позволяет нашей школе осуществлять образование в области устойчивой энергетики, охраны окружающей среды, реализовывать практические мероприятия по энергосбережению в учреждениях образования, а также создавать различные практические мероприятия по сохранению климата. Деревня, в которой живут ребята, расположена в одном из живописнейших уголков Добрыжского края, между районным центром и Гомелем, на берегу реки с одноименным названием – Уть. У нее богатые исторические корни. Некогда деревенька принадлежала фельдмаршалу графу Румянцеву, а затем отошла во владение графа Паскевича. Кстати, на северной окраине деревни, на берегу реки, археологи обнаружили городище, названное «Городок». Во время Великой Отечественной войны в 1943 году деревня Уть практически была сожжена фашистскими оккупантами. На фронтах и в партизанской борьбе погиб 331 ее житель. Много воды утекло с тех пор. Сегодня растет новое поколение способных и одаренных детей, которому не безразлична судьба своей малой родины. Мы живем в этом агрогородке, да. И, конечно же, нам неприятно то, что на нашей речке много мусора, и мы стараемся хоть как-то помочь окружающей среде избавиться от этого, потому что кроме нас ей больше никто не поможет. Тем более, это у нас единственная речка, и раньше на этой речке люди плавали, купались, и сейчас у нас нету таких условий. Мы определили, какие есть загрязнители, как бороться с этими загрязнителями. Несмотря на свой юный возраст, ученики школы Вячеслав Бербека и Ольга Савинок успели заявить о себе. Важно отметить, что они являются лауреатами президентской премии. К тому же Вячеслав в составе делегации учащихся не так давно посетил Республику Китай. Самым опасным загрязнителем для нашей реки является маслянистая пленка. Источниками данного загрязнения является недалеко расположенная железная дорога, мытье машин на берегу рек, также выброс бытового мусора. Мы организовали экологический патруль, так называлась наша акция. Мы собирали бытовой мусор, который находился в самой реке и на берегах, также выступали на родительских собраниях и классных часах. Также мы отправили в газету, в редакцию газеты «Добровский край», напечатали ее, она называлась «Судьба реки, судьба поколения». В интернете мы узнали о том, что существует такая магнитная жидкость, с помощью которой можно очистить воду в реке от нефти и продуктов. Мы решили получить магнитную жидкость в школьных условиях. После того, как мы получили магнитную жидкость, мы решили провести опыт по очистке воды в реке от маслянистой пленки. Мы магнитную жидкость распрыскивали на поверхность маслянистой пленки, и при поднесении магнита маслянистая пленка вместе с магнитной жидкостью начинала стягиваться к магниту, и поверхность воды постепенно очищалась. Площадь общая, которую мы смогли очистить, это 2 метра квадрата. Удивительная магнитная жидкость, которую можно применять для очистки воды от нефтепродуктов, пополнила копилку побед школы на многочисленных конкурсах. А фамилии этих ребят внесены в банк данных, одаренные молодежи страны. В мероприятиях и конкурсах мы не только привозили в свою школу награды и дипломы, мы смогли благодаря результативному участию поменять все освещение нашего учреждения на энергосберегающее, уличное освещение заменено на современное энергосберегающее, светодиодные лампы установлены по всему периметру нашего учреждения. Наши окна – это все заслуга нашего коллектива, заслуга наших учеников, заслуга наших педагогов. Мы учим детей не только любить свою родину, но и правильно подходить к использованию природных ресурсов, уметь экономить, уметь считать, уметь подводить итоги. И все это, чтобы служило на благо нашей родины, на благо нашей маленькой деревни и на благо своей школы. Редактор субтитров А.Семкин